Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 9 апреля, сегодня у нас с вами вербное воскресенье. Сегодня перед нами открывается новая неделя, в которой мы с вами будем отмечать уже великий праздник, светлую Пасху. И именно в этот день мы хотим, уделив внимание именно Великому Воскресенью, поговорить о том, что сегодня обязательно нужно сделать, чего не стоит делать в этот день. А также, друзья, обязательно проведем с вами ритуалы, практики, обряды на привлечение изобилия, достатка и благополучия. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, возьмите ту информацию, которая вам откликается в вашем сердце и обязательно сделайте, потому что у нас с вами это воскресенье последнее перед Пасхой. Но давайте сначала проговорим, что же нас сегодня ждет с вами по лунному календарю. По лунному календарю у нас сегодня с вами 19 лунный день. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня, извините, убывающая луна. Убывающая луна, переходящая со знака зодиака скорпион в 15 часов 56 минут, и далее переходит знак зодиака стреля. Что же этот день нам, друзья, несет по лунному календарю? К сожалению, этот день нас жизнь и Вселенная будут испытывать, давать нам какие-то определенные задачки, которые мы с вами должны решить. Но помните, если вы чисты с сердцем и вы открыты для этого мира, то в вашей жизни все эти какие-то неприятности, проблемы, которые сегодня будут происходить, они будут достаточно быстро и легко решаться. Помните о том, что Высшие Силы никогда нас не оставляют. Да, они дают нам испытания, но эти испытания даны нам для того, чтобы мы стали крепки духом, чтобы мы стали более мудрее, чтобы мы стали тем человеком, к которому мы пришли в эту жизнь, чтобы преодолеть какие-то неприятности, проблемы, чтобы действительно достичь вот той гармонии и благополучия, которое мы сами себе написали, приходя в эту жизнь. Также сегодня обращаем ваше внимание, что люди будут сегодня, к сожалению, поддаваться какому-то дурному влиянию. Также в этот день старайтесь как можно меньше знакомиться с людьми, потому что это люди, как правило, будут с какой-то целью с вами знакомиться для того, чтобы потом использовать это в каких-то своих целях. Поэтому не стоит этого делать, все-таки нужно быть осторожными. Также в этот день могут приходить вам какие-то идеи, планы, и это будет приходить и с обольщением, с каким-то обманом. Поэтому, пожалуйста, если у вас какая-то появилась сегодня идея, напишите ее, распишите ее детально на листе бумаги, но ни в коем случае не стоит ее реализовать, потому что в ближайшие две недели придет информация, где вы будете понимать, где же, в чем вас ждет подвох. Также в этот день не старайтесь на себя брать какие-либо обязательства, особенно это касается денег, и вообще старайтесь не давать никаких клятв, обещаний, потому что ни к чему хорошему это не приведет, потому что буквально через пару недель вы узнаете человека в другом уже русле, в другом понимании, а это приведет не всегда к хорошим дальнейшим ситуациям. Также сегодня не стоит отдавать деньги и брать взаимы. Также будьте осторожны и внимательны, чтобы не стать чертвой обмана или мошенничества. Также люди сегодня могут вам втираться в доверие, рассказывать вам какие-то страшные истории, чтобы вы с ними поделились деньгами, их материально поддержали. Не стремитесь это делать, потому что этот день, знаете, проверка вас на прочность, на терпение, на выдержку. Обращаем ваше внимание, что в этот день будет уязвим аппендикс, сигмовидная кишка, тонкий и толстый кишечник в целом. Кроме того, сегодня могут проявляться какие-то болезни, также могут сегодня сняться кошмарные сны, обостряться какие-то психические заболевания. Также у людей могут появляться какое-то депрессивное состояние, страхи. А если в этот день вы заболели, то болезнь будет такая, знаете, долгая и вяло текущая. Обращаем ваше внимание, что по лунному календарю стрижка волос в этот день будет продлевать жизнь. Поэтому, если вам хочется, то делайте. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня в этот день хорошо работать со стихией огня. Сегодня у нас с вами вербное воскресенье, а значит, каждый из нас с вами пойдет в церковь, пойдет в храм, помолится, обязательно светит вербочки. Кроме того, обязательно в этот день зажгите свечу. В свечу, когда вы будете находиться на службе, также возьмите несколько свечей, именно восковых свечей в церкви с собой домой и дома зажгите. Прочитайте молитвы, прочитайте, возможно, какие-то слова, которые помогут вам привлечь вот те мыслимые и немыслимые блага, которые вам сейчас нужны в жизни. Не бойтесь, потому что многие люди боятся. Если они боятся, значит, они не могут понимать и осознавать, чего они хотят. Это очень важно. Также старайтесь в этот день, не позволяйте в этот день обстоятельствам брать верх. И чувствуйте в них свое сердце, потому что если вам сегодня не хочется выходить из дома по разным причинам, не делайте этого. Значит, высшие силы пытаются вас оградить от каких-то проблем, от какого-то негатива, от каких-то неприятностей. Здесь это очень важно и осознавать, и понимать, чтобы потом не попасть в какую-то не очень хорошую ситуацию. Также сегодня обязательно постарайтесь сходить в церковь, сходить в храм. Возможно, возле вас есть какие-то святые места, где вы можете помолиться, где вы можете поговорить с людьми, которые также понимают и осознают, что происходит сейчас в их жизни, на планете Земля. Это очень важно. Кроме того, очень важно, чтобы вы в этот день опасались именно пьяных людей. Почему? Потому что именно такие люди могут нанести ущерб вам и вашему здоровью. На что еще стоит обратить внимание? Сегодня ни в коем случае не стоит менять место работы. Сегодня откажитесь от общения со своим начальством или руководством, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Также абсолютно не стоит заниматься в этот день покупкой, продажей или обменом недвижимостью. Не старайтесь в этот день не выяснять отношения, это ни к чему хорошему не приведет. Также сегодня неподходящий день для зачатия ребенка. Не стоит сегодня уделять внимание физическим нагрузкам, потому что сегодня возможен травматизм. Также сегодня не стоит уделять внимание домашним делам тем же уборкой, тем какими-то физической какой-то работе, потому что ни к чему хорошему это просто не приведет. Если вам сегодня будут снятся сны, то, пожалуйста, будьте очень внимательны, потому что в этот день могут в снах быть какие-то ложные знаки, выводы, и поэтому будьте все-таки осторожны, чтобы не привнести в свою жизнь какой-то диссонанс. И, друзья, теперь давайте вернемся к веровному воскресенью, которое мы сегодня все с вами отмечаем. Это веровное воскресенье, потому что это все-таки великий церковный праздник, и многие люди почитают этот день. И именно если мы с вами правильно проведем этот день, то наша жизнь может сложиться вообще по-другому. Обращаем ваше внимание, что этот день называется еще вход Господен в Иерусалим, пальмовая неделя. И, конечно же, этот день отмечается за неделю до Пасхи или на шестое воскресенье от начала Великого Поста. И в этот год, 2023 год, выпадает именно на 9 апреля. И в этот день очень важно, чтобы вы осветили вербу, принесли ее обязательно домой, положили за иконами, которые поможут вам в жизни в различных ситуациях. А вы знаете, что ситуации в нашей жизни могут быть самые различные. Поэтому очень важно, чтобы вы в этот день именно это сделали. Кроме того, обращаем ваше внимание, если у вас икон нет или у вас нет красного угла, то вы можете просто поставить в комнате или на окне, где подскажет ваше сердце. Потому что такой вот букет, сделанный из вербы, поможет вам защитить ваш дом от пожара, от молний, от ограбления, от несчастья и от много-много чего. Также обращаем ваше внимание, что в этот день обязательно не забудьте съесть вербовую почку. А чтобы стать богатым человеком, жить в изобилии и в достатке, обязательно в вербное воскресенье посадите дерево. Желательно плодовое дерево, но опять же, в разных регионах сейчас различная погода. Поэтому смотрите на ваше усмотрение. Если есть желание, то обязательно сделайте. Также, друзья, сегодня вы можете провести обряд на мир в доме. Для того, чтобы члены семьи вашей не ссорились, не было никаких конфликтов, когда принесете освященную вербу в дом, обязательно скажите следующие слова. Как вербное воскресенье было и есть, таки мир в этом доме восстановлен. Ну а чтобы не болеть и укрепить свое здоровье, вы можете провести следующий обряд. Нужно скушать три вербовых почки и сказать следующие слова. Вербой святой Павел махал, от меня все болезни отгонял. Как правда, что вербное воскресенье счет, таки правда, что все болезни ко мне не пристают. Аминь. Также в этот день вы можете провести и обряды на привлечение денег в свою жизнь. Вы можете для проведения следующего обряда использовать любой маленький предмет. Например, это может быть монетка, это может быть камешек. В общем, что-то малюсенькое. И сказать на этот маленький предмет следующие слова. Перед Пасхой святой Марья ходила святых, а достатки просила. А святой тот достаток всем послал и нам пошлет. Далее, вот этот маленький предмет, который вы заговорили, положите в кошелек и носите его при себе до следующего года. Также сегодня вы можете провести и обряд на воду. Наберите в стакан воды, положите как вариант туда пару монет и скажите следующие слова. Медяки мои растут и само вербное воскресенье мне помогает. И оставьте стоять стакан на окне до утра. На следующее утро выпейте водичку, монеты положите в кошелек. Также сегодня на протяжении всего дня вы можете в любое время, особенно когда будет солнце, выйти на улицу, друзья, и сказать следующие магические слова. Звучат они следующим образом. Мой здоровый дух созидает здоровое тело. Во мне живет абсолютная гармония. Огонь. Я люблю тебя. Вода. Я люблю тебя. Воздух. Я люблю тебя. Земля. Я люблю тебя. Эфир. Я люблю тебя. Все стихии внутри меня в абсолютной гармонии и любви. Эти слова сегодня вы можете произнести в любое время. Они будут и в описании к этому видео. Эти слова, друзья, очень сильные. И они помогут вам в жизни перепрограммировать себя на изобилие, на достаток и на благополучие. Мы всех поздравляем с верным воскресеньем. Желаем всем мира, любви, гармонии, благополучия, достатка. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайк этому видео. Ну а мы с вами, друзья, услышимся в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!